Работы по строительству моста через Клязьму набирают обороты. В этом лично убедился глава района в субботу в ходе планового объезда. На данный момент активность сосредоточена на участке со стороны улицы Фабричной. Территория подготовлена под перекладку инженерных коммуникаций. А непосредственно на берегу реки строители бурят скважины по технологии буронабивных свай. Готовят основу под опорой будущего моста. Две опоры по 50 свай. И глубина 18 метров. А сколько уже сделали? Вот сейчас 4 сделали уже, залиты бетоном, процесс пятый идет. Со стороны улицы Заречной к работам пока не приступали. Здесь, по словам Алексея Валова, продолжается процесс согласования с собственниками смежных территорий условий, на которых эти земли будут переданы моста строителям. Потратить минимум бюджетных средств – такую задачу глава поставил своим коллегам из строительного комплекса. Работа идет установленным темпом, графики соблюдаются. Я понимаю, что в установленное время мост, как инженерный объект, очень нужный щелкал, будет сдан в эксплуатацию. На особом контроле и главы района, и губернатора области Андрея Воробьева – возведение социальных объектов. На площадке школы в микрорайоне Солнечный работы идут в активном режиме. Строители монтируют перекрытие цокольного этажа. Все в графике, даже с превышением графика строительства делают очень основательно, профессионально. Думаю, что этот объект понравится нашим щелкалцам, особенно жителям, которые живут в микрорайоне Солнечный, и 20 лет ждали этого объекта. Пристройка к школе в Медвежьих озерах подрастает на глазах. Строители уже выкладывают кирпичные стены первого этажа. Параллельно готовятся подводить к зданию инженерные сети. Мы первый этаж сейчас накрываем, мы сразу с сетями заходим, мы идем снизу вверх, мы не будем ждать, пока крышу будем накрывать. Неожиданная проблема возникла со стройматериалами. Заводы не успевают за темпами строительства школы. Строители обратились за помощью к главе района. Первый этаж должны 5 августа закрыть, все дело в плитах. Заводы не успевают выпускать плиты. Загрузка большая у заводов, и, соответственно, мы их не получаем. Поэтому в понедельник буду выходить на все возможные рычаги влияния, чтобы ускорить поставку плитозавода. Продолжается строительство диализного центра на улице Краснознаменской. Отставание от графика составляет примерно месяц, но строители обещают наверстать его к концу года и сдать объект в срок. На данный момент выполняется бетонирование панок, завершающий этап. Также выполняется огнезащита металлоконструкции, перекрытие второго и первого этажа. И занимаемся также параллельно прокладкой наружных сетей водопровод и канализацией. На объекте также выполнен монтаж лифтов. Пусконаладка запланирована ближе к окончанию общестроительных работ. Алексей Валов намерен пригласить на стройку гостей – областных и федеральных депутатов. Нужна их административная поддержка. Чтобы мы понимали, что будет происходить дальше, в какие сроки. Делает частный инвестор на нашей земле. Мы понимаем, что и оборудование проплачено. И нам бы хотелось, чтобы в этом году мы увидели запуск дельского центра и уменьшение нагрузки на наших больных. Сквер Пушкина должен стать подарком горожанам к дню района в конце августа. Работы идут активно, но есть определенные сложности. Проект оказался не без недостатков, и его приходится корректировать прямо в процессе. На качестве и сроках работ это отразиться не должно. И еще кое-что. В Медвежках обнаружили дачников, которые привезли на контейнерную площадку целый багажник мусора. Разумеется, за его вывоз с этой площадки они не платят. Глава района попытался задержать нарушителей, но дерзкие москвичи буквально удрали. Материалы переданы в правоохранительные органы.